Чуть раньше, для тех, кто не присутствует и захотят смотреть это видео, я коротко повторяю, что начиная с этой лекции я буду рассказывать общую теорию, которая в законченном виде еще не существует и в очень компактном виде только имеется в моей недописанной книге, и в каком-то смысле я приглашаю всех своих аспирантов участвовать в написании отдельных глав этой книги. Сейчас у меня предлиния три аспиранта, которые трудятся на этом поприще, и, если честно, я надеюсь найти энтузиастов и в Москве, может быть, и сидящих в этом зале. Так что в какой-то момент, попозже, я планирую провести такого типа опроса для тех, кого не отпугнет о линии общности, которые я буду представлять, для более углубленной научной работе в одном из направлений, которые я укажу, или которое, может быть, возникнет впоследствии. то, что я буду рассказывать, условно для меня называется MLE, MLE, MLE. Я надеюсь, что уже сегодня вам будет понятно, почему я провел так много времени изучая линейные модели, и почему я их изучал в той специальной форме, которую вы видели, которая, в общем-то, не классическая, но оказалось, что мой собственный ход, собственное движение для развития этой науки было таково, что я начал с общего случая, а потом понял, что для общего случая нужно очень углубленное изучение линейных моделей, и когда мы хорошо разобрались с линейными моделями, мы можем довольно легко переносить существенную часть результатов на общий случай. Итак, я попробую рассказать сначала общий подход в этой лекции, в следующие две лекции на следующей неделе я планирую рассказывать, ну, как это будет платформа, куда с этой платформой, в каких направлениях можно двигаться. Одно из направлений будет задача с регуляризацией выбора модели, еще одно направление будет селепрометрическое оценивание. И третье направление, если я успею. Я расскажу про байсовское оценивание в каком-то смысле такое разоблачение мистики вокруг байсовского оценивания. В общем, ничего там такого хитрого нет. Но то, что я попытаюсь объяснить, что вся статистическая наука может быть, условно говоря, выведена из трех общих теорем, которые применяются при довольно общих условиях. Значит, с этого момента надо понимать, что, естественно, я не смогу рассказать детали. Я буду вас обманывать. Я сразу предупреждаю. А также все кто смотрит этот вопрос. Я буду обманывать в том смысле, что я некоторые детали буду сознательно опускать. Буду формулировать результаты, которые требуют условий, уточнений. Если я все это буду приводить, то вы только утонете в этих деталях. То есть в какой-то момент, может быть, чуть позже, я предоставлю подробные тексты для тех, кто хочет разобраться в деталях. Но пока я попробую объяснить идею. То есть это вот идейная сторона этой общей науки. Теперь я очень коротко напоминаю то, с чем мы начали с самого начала. Что такое метод максимума трудоподобия в форметрической статистике и форметрическом оценке? Итак, у нас есть данные, которые мы всегда предупреждаем. И у нас есть данные случайные. Мы предполагаем, что данные описываются мерой Пи, которые нам неизвестны и которые, вообще-то говоря, мы хотим восстановить. И то, что мы делаем, мы применяем в параметрическом предположении, что это мерой Пи принадлежит параметрическому семейству. И все, что нам остается, это восстановить параметр этого семейства. Еще более просто мы предполагаем, что это параметрическое семейство является подморством П-мерного пространства. То есть у нас параметрический вектор всего лишь размерности П. Если мы знаем вектор Пи, который описывает это распределение, то мы знаем А. Это наше параметрическое предположение, которое мы помним, храним в голове, что оно всего лишь предположение. Ни с какой стати оно не является точным. Но это нам не мешает. Мы работаем с этим предположением, как будто оно верно. И смысл того, что я пытаюсь пропагандировать, что за точным параметрическим предположением гоняться нечем, потому что шансов все равно нет. Но зато если мы выберем разумное параметрическое предположение, которое каким-то образом соответствует, которое может быть рекомендованно тогда, результат будет вполне содержателен, и именно так устроены современные статистики. Итак, что мы делим теперь? Здесь мы пишем L, U, S, с которым мы коротко выношаем L, это логаризм отношения пробок. Точный L. Это наш объект. Mu — это произвольная доминирующая мера. Вот это все доминируется. Мера Mu. Выбор ее не имеет никакого значения, потому что он все равно сокращен. Вот. Ну и теперь то, что мы делаем, наша оценка максимум правдоподобия, это вот я вот сюда, это M, L, P. Это точка максимума этого процесса. Значит, это мы все уже обсуждали много раз, и даже мы обсуждали, что случается, если наше параметрическое предположение не выполнено. значит, мы знаем, что P A означает P равно P T со звездой. И тогда P T со звездой — это как называется цель, или тазу. значит, P A и W. Есть ли это предположение? Вот это со звездой определяется тем же самым лоб лагерой. Т.е. написав лоб пераметрическую модель, мы определяем и оценку, и цель. Аргументы патентов, если я больше не пишу, множество активов патентов. Количественные дни. И то, что мы хотим доказать, что цель-то с волной — это как бульс. В идеальном случае DESS, т.е. coefficient, Efficient. Ну, и мы знаем, что этот θ star может быть интерпретирован как θ star или P. θ star имеет интерпретацию . Т.е. если мы хотим аппроксимировать меры P, которые нам неизвестны, этим моделью, то это стар, это аккурат то, что получается из этого. Это общее описание. И то, что мы стремимся доказать или исследовать, это свойства оценки P с волной и, в идеальном случае, ее эффективность. То, что мы знаем в линейных моделях, при достаточно общих предположениях, эта оценка не является субъективной. В другом примере, который мы рассматривали, одномерные экстенциальные семейства, это оценка тоже была. И теперь возникает вопрос, как далеко мы можем зайти с этим утверждением. Пока что мы только рассматривали две, условно говоря, игрушечные модели. Одномерные экстенциальные семейства и линейные модели. Как далеко мы можем зайти с этим утверждением в общей теории? Это то, что я пытаюсь вам рассказать в этой лекции. Значит, ну, какова идея? Значит, сегодня я буду очень много говорить про идеи, очень мало, то есть теоремы тоже будут, но они будут почти без доказательств, и вместо доказательств будет опять идея. Хорошо, значит, в чем же состоит идея, значит, или подход, общий подход? Он состоит из двух шагов. Значит, первый шаг, условно можно назвать локализация, иногда он будет называть локализация, локализация, и второй шаг будет называться локализация. Значит, это два больших шага, все эти науки, и что бы кто ни делал в параметрической статистике, так или иначе эти два шага присутствуют. Значит, что такое локализация? Значит, я объясняю неформально. Пока точное определение, я надеюсь, успеете рассказать сегодня, но пока неформально. Локализация, ту статистику. Итак, у нас есть тетто, большой тетто, это наш параметр спейс, и то, что мы предполагаем, все время в дальнейшем тетто со звездой, это наш таджет, это подмножство Значит, если рассматривать случаи, когда истинное значение на этой границе, то теория становится несколько сложнее. Этот случай мы заведомо опускаем. и то, что мы предполагаем по следующим тетто ноль, это подмножство тетто, которое мы говорим local субсет или local vicinity по тетто звездой. Я нарисую картинку, и так у нас это все множество от большой тетто, это наша точка тетто со звездой, и вот здесь вот такой вот тоже. Это будет наша тетто ноль. Да? И что такое last deviation или localization это вот такое утверждение, что вероятность поистине мере что тетто с волной не принадлежит вот этому множеству тетто ноль. Вот эта вероятность маленькая. Свол. Значит, в каком смысле смол я потом объясню, но пока чисто интуитивно. В том смысле, что мы можем это событие забыть. Оно настолько редкое, что его даже нечего рассматривать. А теперь небольшое интеллектуальное упражнение для присутствующих, чтобы понять, как такого типа результата можно переформулировать. Это очень важно вообще для понимания. Вот я напишу вот такое подтверждение, и потом проголосую. Кто со мной согласен, а кто верит. Тетто с тетто с волной больше или равно нулю. Я напоминаю, что это не вероятность того, что или тетто а вот это не пришел супряму по тетто вне умножского тетто ноль. Л тетто тетто со звездой больше или равно нулю. Я напоминаю обозначение тетто 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 везде просто по определению просто разница, но мне удобно писать это как функцию двух агумий. Это просто определение. Так, что здесь написано? Здесь написано, что оценка тетто с волной не лежит в множестве тетто. Это то, что нас интересует. А здесь написано некоторое утверждение про процесс, который мы оптимизировали. Возникает вопрос, вот кто с этим утверждением не согласен? Есть такие? У нас же нет никакой связи тетто ноль и нет. Вот никакой, да. или хорошо. Значит, все согласны. Теперь спрашу наоборот, кто согласен? Так, один человек есть. это уже хороший результат. Два, три, четыре. Ну, вообще-то это правильно утверждить. Как легко понять. Потому что, смотрите, тетто со звездой держит тетто ноль, а тетто с волной точка максимума. Правильно? Значит, если мы хотим, чтобы тетто с волной было вне множество тетто ноль, то максимум должен быть снаружи. значит, максимум должен быть больше, чем значение вот в этой точке тетто со звездой. Правильно? Перед тетто со звездой тетто со звездой равно нулю. Да? Если мы сюда тетто со звездой подставим, это ноль. Значит, чтобы максимум достигался вне тетто ноль, должна быть точка, где это должно быть больше нуля. Хотя больше или равно нулю. Правильно? Хорошо. Вот такое утверждение написано. Теперь вопрос такой. А можно ли здесь равенство написать? Или это все-таки оценка сверху? Как вы думаете? Кто думает, что здесь можно равенство написать? А кто думает, что нельзя написать? Ага. Отлично. Мысль включилась. Да, это грубая оценка сверху. То есть это никакое не разница, что это грубо, потому что мы заменяем вот этот аргумент довольно грубый. И если делать аккуратно, то оценка совсем другая. Но этого хватает. Для нашей цели этого хватает. То есть мы видим, что свойства уклонения связаны со свойствами о свойственном процессе. То есть мы все время будем... Вся эта наука о свойствах оценки максимум правдоподобия она описывается в так называемой теории эмпирических процессов, в которой есть теория процессов, параметризованных параметром t. То есть мы рассматриваем процессы, а рассматриваем значение и точку максимума. Вот эта теория эмпирических процессов это ключевой инструмент во всей науке. Очень красивая, кстати говоря, теория. Очень маленький кусочек от меня возьмем? Маленький, маленький. Вообще науку супер красивая. Отлично. Значит, поехали дальше. Значит, я надеюсь вернуться к этой цели больших уклонений попозже, но не исключено, что не успею. Но это не так страшно, потому что основная наука она будет внутри. Итак, теперь, смотрите, что произошло. У нас было все параметрическое множество. А теперь мы сделали локализацию. Это значит, что оценка тета-самоумной, когда она сюда попадает, это событие, очень маленькая вероятность, она про нее забывает. Теперь мы действуем следующее. рассматриваем вот эту вот блоку куринотисти. И это означает, что мы концентрируемся на вот этом подможестве тета-ноль, в которой есть окрестность с точки тета-самоумной. То есть теперь мы рассматриваем не все тета, а тоже тета из маленькой окрестностей. А раз мы из маленькой окрестностей, мы предположим, что наш процесс гладкий, дифференцирован в два раза, и это будем использовать, грубо говоря, будем использовать тело, разложение тела. Ну, какова тут, сейчас я боюсь, что я вас разочарую простотой того, что я делаю, но это была осознательная цель, я потратил два года для того, чтобы сделать это простым представлением. Итак, мы пишем L от T. Это наш процесс, который мы изучаем. Мы его максимизируем, нам надо понять его струбку. И вот опишем его вот таким образом. L от T, это его матожидание, плюс Z от T, где Z от T, то, что называется статистический компонент. Центрированный процесс центрирования. Да? Ну, это совершенно банальное разложение. матожидание, это статистический компонент. Теперь, что мы делаем? Мы говорим, что θ принадлежит окрестности T0, и B, и B, и B, и B, и B, и B. Ну, я напишу абстрактный смуз, младкий процесс. Матожидание. Это детерминированная функция. Матожидание. Эта квадка это around T0. Ну, вот это смуз, я понимаю, там. Ну, например. Три раза. Три. 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 Отлично. Теперь я напишу, что из этого следует, давайте объясните почему. Вот я пишу вот такую замечательную вещь. Матожидание и тетрадь в тетрадь в звезду напоминает какая-то разница приблизительно равно минус 1 2 и D0 в тетрадь в тетрадь в звезду и норму. Вот так. Во-первых, кто мне поможет и скажет почему так, и у второго что такое D0 в квадрат? Итак, почему я написал в таком странном виде? То, что тут написано, это матожидание недели от этого минус 2 жидание недели от этого. Это квадкая функция. Я почему я написал, почему вдруг она квадратная? Потому что разложение в звезду к максимуму. Отлично. Отлично. Очень хорошо. Потому что тетрадь в звезду – точка максимума. Линейный шлен пропадает, градиент равен нулю. Да? А что, если это в звезду к квадрату? По-те-нам? Может, это в звезду. Супер. Да? И так. С этим членом вы структуру поняли. Он примерно квадратичный. Ну, а с этим членом мы предположим… Смотрите, этот член был детерминирован, этот член будет статистический, потому что это случайный процесс. Значит, мы пишем… А теперь… Мы пишем в дополнение, что z от θ тоже гладкий, но тут достаточно второй производный, и мы напишем тело первого порядка. z от θ минус z от θ с звездой приблизительно равно… θ минус θ с звездой умножить на градиент от θ точки θ с звездой. А гладкий по θ? Правильно сказать? Гладкий по θ. Все по θ. Я специально пишу только один аргумент и пишу аргументами частных производных, потому что данные фиксированы, я их специально вычеркнул из значений, чтобы было однозначно понятно. По траектору на гладкий? Да, по траектору. То есть это функция, которая зависит от y и от θ. Вот эта часть, которая при фиксированном y, которая стоит, она гладкая по θ. То есть я не специфицирую смысл этой аппроксимации, в данном случае это статистическая аппроксимация, это случайная величина, это случайная величина. Я это не уточняю, я просто пытаюсь объяснить идею. То есть я процесс по траектору на дифференцируем по θ и вот это его гладкий. Значит, вот этот градиент я буду обозначать буковкой θ. А теперь я напишу на доске нечто, и вы мне скажете, что вам это напоминает. Я напишу что L , равно , минус , где 0 , квадративную норму, эту норму, поскольку это и половина. Только приблизительно. Не точно равно, а приблизительно. Что это напоминает? Нормальное теление. Да. Это означает, что самый абстрактный процесс отношения правдоподобия, если на него посмотреть, грубо говоря, издалека, он квадратичный. А с квадратичным долоплательным ходом мы отлично умеем работать. Вот в этом, в принципе, вся идея вот этого подхода. Мы сначала локализуем, а локально, если мы верим в гладкость, все на все, что нам нужно, это гладкость этого процесса L . Но не забываем, это не гладкость нашего истинного распределения. Его нет в природе. Это гладкость той модели, которую мы выберем. И если мы не полные идиоты, если задача этого не диктует, то мы выберем хорошую модель, которая два раза дифференцируема, со всякими свойствами, и все будет. То есть эти свойства в каком-то смысле в наших руках. Гладкость потенции. За редким исключением краевых случаев, или задач типа разладки, в которых эта нерегулярность по параметру, она естественным образом зашита. Итак, это вот базовая идея. Значит, вот эта аппроксимация, она и называется local kubraticity. Local kubraticity – это означает, что локально наша модель выглядит как kubraticity. Вот это вот базовая идея. Ну, мы помним, что в описании этой модели фигурирует еще одна матрица. Эта матрица имеет название V0 квадрат – это грейвен с лейтерой зета. Ничего тут нового нет. Все нам знакомо. Ну, я только напишу одну маленькую леву. – V0 квадрат. – V0 квадрат, спасибо. Я описал каждую вторую строчку писать с ошибкой, но для внимательности. Ну, да, просьба V0. Значит, лема такова. И если наше параметрическое предположение верну, то V0 квадрат равно не будет. Ну, там есть еще условия регулярности. Параметрическое семейство должно быть регулярно. Но я, так сказать, не хочу даже определение давать. Если надо гладкое, то это воеверно. Ну, и чему это все вместе равно? Кто мне скажет, что вот это? И то, и другое есть. И V0 квадрат, и V0 квадрат, и V0 квадрат. Что это такое? Набор Маграм. – Кламиц. – Ну, имеет название. Поскольку во всей статистике есть только несколько имен, это вот название имеет матрица Фишера. Это Фишер Информэйшн Мэйшн Мэйшн. Отлично. Значит, это то, что мы поняли про идею. Теперь, как всегда, начинаются горькие будни. Если бы это и была идея, то… Чего, собственно, я на два года потратил на это мероприятие? К сожалению, все не так просто. Если бы так было просто, то… Кстати говоря, то есть вот это разложение действительно… Первым написал Фишер. Как только он написал лет по оценкам, а так он сразу написал это разложение. И дальше это пошло. За Фишером был Вальд, потом был Благгволд, потом было еще много людей. Потом пришел Ликам и создал общую теорию статистических экспериментов. Потом были еще люди. Но Ликам в каком-то смысле дел до конца не довел, хотя посвятил ему всю жизнь. И в каком-то смысле то, что мы будем сегодня обсуждать, это такая версия теории Ликама на современном этапе. Я сейчас объясню, где у Ликама не пошло и где у нас не пошло быть, если бы мы действовали таким же способом. Но теперь мы начинаем быть аккуратными. Напишем вот такой вот ромбик. Это наша ошибка. Ликам в каком-то смысле не пошло. Сейчас я напишу формулу, а потом объясню, что она значима. Л тп тпссв. минус вот такой двойной L в виду это обозначение мы уже знаем а вот это обозначение это то, что написано если приблизительно равно t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. можно брать в одну сторону, можно брать по модулю, можно брать больше-меньше важно, что это вот ошибка аппроксимации это то, что называется R по аппроксимации то есть мы в каком-то смысле аппроксимируем настоящий блок-лайн-ли-ход его квадратичным эквивалентом и вот оказывается проблем я напишу проблем без объяснения значит, вот эта вот дельта она на самом деле зависит от дельта 0 если идти этим путем, то ничего не к сожалению, эта ошибка аппроксимации контролируется только в специальных случаях и ее ошибка аппроксимации не позволяет сделать общую теорию такую, которую применялось бы универсально ну и то, что сейчас я буду объяснять это некоторая попытка эту проблему ослабить полностью ее устранить нельзя, но ослабить можно значит, трюк, который я буду применять называется сэндвичинг ну, да сэндвичинг все правильно написал значит, идеи или же local mass civilization итак, вместо того, чтобы аппроксимировать likelihood одним квадратичным процессом мы будем использовать два это вот та идея, которую я попытаюсь сейчас объяснить итак значит, что я делаю я введу вот во-первых, я введу две константы которые будут обучать одной буквы эти константы будут дельта и рот обе положительные и для удобства я пишу ε как пара этих двух констант дельта теперь я напишу депсилу чтоб не писать дельта ρ я буду писать депсилу я понял, какое это значит депсилу в квадрате это будет д0 в квадрате умножить единице минус дельта и минус ρ д0 в квадрате то есть я возьму депсилу то только тот квадрат я возьму матрицу д0 в квадрате и ее слегка сдвину уменьшу то есть понятно, что депсилу в квадрате меньше чем д0 в квадрате депсилу в квадрате теперь я напишу вот такое обозначение ε подчеркнутое снизу это будет просто минус x ну так вот удобно обозначать минус d удобно обозначать и определю депсилу в квадрате ну по этой же формуле где везде вместо минусов будут стоять плюсы это то, что я сделал я взял квадратичную часть которая у нас аппоксимируется немножко ее сдвинул либо вверх, либо вниз минус и теперь я определю два процесса вместо одного проопределю два это будет это будет ну все то же самое депсилу фокуса фокуса никакого нет идея только приписать нужный эпсилон длину если квадрат не хватило квадрат это полон и то же самое депсилон снизу от тех аргументов эта часть не изменится а здесь будет минус депсилон отчеркнутый снизу депсилон депсилон квадрате пополам вот я делал два таких процесса вместо одного казалось бы разница не велика а теперь я напишу теорему которая является ну в таком-то смысле центральным результатом подходит и эта теорема ну то что мы будем делать дальше процентов на 95 будет основано только на этой теореме мы вот эти вот ракеты впрыгиваем с нуля в центральную теорему параметонической статики я не формулирую условий условий может быть я расскажу в конце а я сейчас формулирую сколько результатов значит ну прежде чем может быть я одно обозначение только еще введу для 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 того чтобы уже быть унифицированным с тем что что я делаю в своей среде значит мы специфицируем множество тэта 0 значит тэта 0 будет тэта 0 от r r это радиус и это будет множество тех тэта то что v 0 t t t t с звездой меньше или равно r это просто эллиптическая окрестность точки тэта с звездой в геометрии которая определен в матрице v 0 и эта матрица v 0 она пришла под оси стокастической компоненте процесса отношений тэта теорема звучит следующим образом значит а для любого r при некоторых условиях которые я пока не пишу а r явно следующее неравенство л тэта тэта с звездой я откуда взялся с n меньше не равно л епсилон тэта тэта с звездой и больше не равно л епсилон подчеркнутое с звездой тэта минус тэта тэта с звездой я написал так и естественно обманул не обмануть тут сложно но значит обманул так чуть-чуть теперь я напишу тэта значит это все верно для любого тэта для ближайшего множества тэта н это результат который неполный обещает оправочный член тут есть член ромбик эксилон ромбик по-английски называется диамонт 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 и здесь надо вычесть ромбик минус ромбик эксилон вот теперь что мы выиграли в сравнении с тем что у нас не работало уникало и не работало бы у меня не работало бы ни у кого что мы выиграли с помощью этого сэндвича откуда откуда выиграть этот выигрыш состоит в следующем вот эти вот диамонты они вообще случайные вот это не равенство точное я бы хочу обратить внимание все что тут написано все случайные объекты это случайные процессы это случайные процессы это случайные процессы но это не равенство выководным как написано значит они, естественно running variables, которые depend only on r, то есть они не зависят, то есть это универсальная точность аппроксимации. Эта точность аппроксимации, это верно для любого тэха, это диамон, а тэта не зависит. Что такое relatively small, я уточню позже, но в каком-то смысле ими можно пренебрить. И это есть выигрыш в этой науке по сравнению с прямой аппроксимацией. Сейчас я объясню почему. Определение против ромбиков такое же как обычно? Нет, эти ромбики имеют некое определение, но это определение не нужно, оно только в теоретическом исследовании. Важны не их определения, а их свойства. И вот свойства таковы, главные свойства, что они, в отличие от того ромбика без эпсула, эти ромбики будут относительно маленькие. Вот главный выигрыш этого сэндвича. Вначале попробую нарисовать картинку, которую я всегда рисую, которая частично объясняет этот феномен. Значит, ну вот наш Лайклер ход примерно локально выглядит вот так. Вот это вот наш хель от Т, да? Примерно выглядит там. Если бы это была чисто квадратичная модель, то это в точности пара вот. Для гауссовской модели, для квадратичного лок-лайклер хода, это в точности пара. Значит, вот так сказать, в окрестности точки ТТ0 лок-лайклер ход примерно так выглядит. Ну и вот эта вот точка, вот эта точка максимума, и квадратичная точка. Теперь то, что мы делаем, мы делаем следующее. Мы делаем так называемую мажоризацию сверху и сверху. Мы рисуем вот эти два процесса. Ну, мы можем предположить, значит, так вот. Нанесуем вот один процесс вот так. Это будет наш хель Эписон. А другой процесс будет выглядеть вот так. Вот это будет Эписон. Так, черт напишите. Тут есть второй аргумент, но пока не важно. Вот это так выглядит. Значит, что здесь важно отметить? Что вот это вот расстояние между этими двумя процессами, если мы от точки вот от этой отойдем подальше, вот это расстояние между ними может быть колоссальным. То есть вот эта вот разница вот эта разница может быть очень-очень большой. И вот то, что... Из этого... Понятно, почему... Если бы мы попытались бы это одним числом аппроксимировать, то то, что мы можем сказать, что лайтный ход между ними находится. И это вот такой огромный диапазон. Если бы мы пытались приблизить одним числом внутри этого диапазона, то понятно, что ошибка была бы шириной с этого диапазона. В этом проблема. А то, что говорится, вот настоящий процесс, он, как правило, лежит между ними, между этими двумя полосами. Они между собой расширяются. Из-за того, что они расширяются, мы можем очень далеко уйти. Мы можем это неравицу почти глобализовать. То есть вот этот член, сравнительно, мало зависит от ширины этого. Значит, вот это та идея, которая используется в этом подходе, который я называю сэндвичем. Хорошо. Значит, я теперь... Вместо того, чтобы объяснять что-то про эту теорему, я попытаюсь объяснить, что нам эта теорема дает. Да? Прежде чем. Мы подумаем по поводу средств. Что мы помним по предыдущей части, по классической части? Что почти все результаты классической теории пишутся через так называемый эксцесс. Это по определению, просто по определению. Это супрам. Примерно значение точки Макс. Вот это вот, в каком-то смысле, это самая информативная величина, которая нас интересует. И в большинство следствий, в частности, все теоремы подзаверительные множества, всегда пишутся в терминах как по эксцесс. То есть смысл того, что значение Макс более информативное, чем точка Макс. А теперь, что мы видим? Какой у нас первый, второй будет? Значит, вот этот вот эксцесс, Тепис волнует, тепис волнует, тепис волнует. Но я просто пишу. Вот это вот, значит, меньше или равно. А теперь я тут напишу следующее. Подставим. Из-за того, что подставляет точка Тепис волну, я тут напишу сухрень. Сотесто. Пей. Сотесто. Тепис волнует. И тут напишу, больше или равно, чем сухрень. Сотесто. Сотесто. Ну, естественно, я написал, диармонды я забыл, это Ваша, так сказать, обязанность сюда приписать диармонды, тут нужно прибавить, тут отметь. Извините, там и все, она не хватает справа, да? Спасибо, это уже хорошо, надо каждый второй эпизон пропускать, а иногда надо пропускать нижние подчеркивания, чтобы было повод для того, чтобы подумать, она тут есть или нет. Да, значит, всегда, когда написано вот эта буквка L двойная, должно быть эпизон. Разница может быть эпизон простой или эпизон подчеркнутой. Да? Ну, это, кстати, клаверное тривиальное утверждение, оно полутривиальное, небольшой мыслительный тренинг требуется. То есть, если у нас есть вот такой сэндвичинг, то есть и сэндвичинг между супермонами, хотя эти максимумы могут быть достигнуты в разных точках. То есть, если у нас для каждого это это выполнено, то есть такое же неразиство для максимумов, но максимумы могут достигаться в разных точках. То есть, то, что тут написано, вот это максимум этого процесса, он больше, чем максимум этого процесса с точкой допоправочной члены, и меньше, чем максимум этого процесса с точкой допоправочной члены. Отлично. А теперь мы сделаем следующее, мы посмотрим, что мы можем сказать по поводу вот этого эксцесса в верхней модели. Теперь напишем опор. Можно вопрос? Да, конечно. А вот в последнем неравенстве двойном, там у центрального-то нет супремого? А, он не зависит, все, я сделаю. Да, все, я понимаю. Вот написано. Вот он супремый. Ну, это правильное наблюдение. Надо проверять. Так, супремый, конечно, должен быть. Значит, опор. Эксцесс. Что это такое? Это вот этот супремый справа. Ну, а теперь вопрос, вопрос присутствующей публики. Что стоит здесь? Что мне может помочь? Мы целую лекцию потратили на то, чтобы понять, что тут стоит. Ну, квадратичное выражение, я, правда, его стер. Удачно. Ну, напишу ответ сам. Вот это я спрошу вас, что такое экси. Эксил. Чуть-чуть я вам помог. Сразу ассоциации надо включиться. Д. Эпсилон умножить на четвертый. Где-то должно быть минус один, да? Вот такая вот песня. Итак, то, что мы получили, в частности, вот такое утверждение. Если мы объединим эти два факта, то что мы получаем? Следующий. Второй лекция, которая является центральной теоремой параметрической статистики, и которая известна под названием Волкс-сеноменон. Феномен Вилкса. Кто-нибудь из присутствующих слышал когда-нибудь такие сочетания слов? Феномен Вилкса, нет? Ну, Вилкс был математик, американский математик. Результат датирован где-то 30-х годов прошлого века. Но он такой знаменитый, что получил название феномен. И является действительно одним из центральных результатов параметрической статистики. Что этот результат говорит? Он говорит следующее, что супремум... Ну, даже не супремум, а вот то, что я написал. Вот здесь. Т это слово. Т это слово. Т это нельзя. Два раза. Асимтотически слабо сходится х квадратное распределение с п степенемисона. Когда, ну, грубо говоря, объем выборки стремится к бесконечности. У нас все не асимтотическое, поэтому я даже не буду уточнять, что это означает. Но в каком-то смысле это означает, что вот этот вот объект близок по распределению х квадратное распределение. Значит, мы емкоть нервный КСКС, КСКС. Вот это вот центральный результат параметрической статистики, из которого следует масса всяких следствий, в частности, ширина доверительных полос, доверительных интервалов и так далее и тому подобное. Да, значит, вот этот вот результат является результатом, обычно он доказывается, ну, страниц на 5 страниц утомительных вычислений. То, что я хочу сказать, что вот это вот, что мы видим в этом результате, чего он нам напоминает, если подумать. Вспомним, что мы обсуждали вчера, то вот этот вот объект, то мы ничего про него не знаем, а вот этот вот объект... Ну, такого типа объекта. Если мы возьмем эллипциум модель и определим для нее истинные значения и максимум, вот этот объект, он является... Если параметрическая модель правильная, то этот объект является в точности х квадратный. Если у нас модель гауссовская, то вот этот вот аппроксимирующий лог-байк-прикод, он есть гауссовский. В смысле, его максимум будет норма гауссовского вектора стандарта. И вот это и есть объяснение, почему этот феномен работает. Мы можем аппроксимировать любую модель гауссовская для гауссовской модели. Гауссовская модель – это модель с квадратичным лог-байк-прикодом. Для нее это утверждение верно в точности. А для произвольной модели это выделено сюда. Почему этот результат называется феноменом? Подумайте. Мы берем произвольную модель, вообще любую. Ничего не специфицировано. Только в лог-байк. Все зависит от параметра. И мы говорим, если мы возьмем в этой модели объем выборки неважно. Неважно структуре. Ничего не важно. Если модель верная, максимируем лог-байк-прикод, находим максимум. И вот это распределение, максимум минус значение в истинной точке, оказывается распределено по одному фиксированному распределению, которое не зависит вообще ни от чего. Вот это в каком-то смысле мистика. И объяснение этой мистики состоит в том, что все это как в линейных гауссовских моделях, а в них эта мистика имеет разумное объяснение. Значит, этот результат мы потом чуть-чуть попозже конкретизируем. А сейчас я объясню еще пару средств, и давайте поговорим про конфиденции. Конечно. Это при стремлении размера выборки? Да. Обычно. Когда объем выборки стремится к бесконечности. То есть, когда объем выборки стремится к бесконечности, вот этот вектор при параметрическом предположении вверх становится асимпатически нормальным, и эта аппоксимация и дает нам... Так, confidence sets — это следующее. Мы договорились рассматривать только вот такие что неравенство неравенство означает, что максимум L от θ с крикером и пишем минус L от θ не больше, чем z. Я даже по свое время рисовал картинки, как это выглядит. Вот такие доверительные множества мы рассматриваем. И то, что нас всегда интересует, это так называемое и вот наши короллари очередное короллари в пункте z вероятность того, что и вверх z не накроет не накроет этой звездой меньше или равно, чем вероятность того, что норма это у а x объединением этих двух результатов. Вот эту вероятность, мы уже это однажды писали, давайте я не буду... Что-нибудь придётся всё-таки отысклить. Мы помним, что вот эта вероятность пишется как вероятность того, что вероятность того, что L в точности равно вероятности того, что вот эта вот просто поопределиться. А теперь мы просто используем вот эту вероятность. Заменяем этот объект на его верхний мажоранту и используем, что для верхнего мажоранта максимум мы умеем считать. Вот и вся идея. Значит, если мы умеем работать с этим вектором, то тогда, если мы выберем z таким, что вот эта вероятность маленькая, то мы обеспечили заодно то, что называется coverage probability, уровень доверия. То есть, чтобы обеспечить уровень доверия, мы только должны проверить, что вот эта норма этого вектора не вываливается за уровень z. если модель параметрическая правильная, то это будет примерно х квадрат, и мы можем использовать самые обычные квантили. Значит, это вот такое следствие, но в этом следствии я вас обманул. Вопрос на засыпку, где я обманул? Кто мне поможет, скажет, где я обманул? В каком месте я слегка? Нет, нет. К сожалению, это не тепло. Может, z должно быть больше, чем самый ромбик с цепью. Да, тоже нет. Это все равно… Если не больше, если ромбик… То есть, то же случайная величина, если вдруг это… Ромбик – случайная величина. Просто тут ничего уже не зависит от этого ни от чего. В чем тут проблема? Это событие глобальное, а наши теоремы верны только локально. Мы забыли про ошибку локализации. Правильное утверждение таково, что где я пишу вероятность, все вероятности надо кондиционировать на события локально. Я буду дальше везде писать, если не буду забывать. Если я буду забывать, то вы имеете в виду, что вот здесь стоит PR, и PR это означает вероятность того, что А, И, Т, это слово может превредить Т. Где надо такое что-то добавить? Здесь она уже не нужна, кстати говоря, потому что тут она не нужна в верхней границе, а здесь она не нужна. То есть мы должны выкинуть из рассмотрения вероятность больших уклонений, что оценка Т с волной вывалится туда, где наша квадратичная аппроксимация не работает. Ну, это вот такое замечание, а остальное все понятно. Теперь следующее следствие. Local expansion это тоже знаменитый результат. И надо сказать, что Фишек, когда доказывал свои теоремы, доказывал как раз через вот этот вот локальный спан. Потом придумали другие трюки, но это осталось. И надо сказать, что этот результат тоже то, что называется remarkable, очень важный и очень полезный результат. Что этот результат говорит? Что если мы возьмем д епсилон и умножим на Т с волной минус трюки, в каком-то смысле стандартизация оцепки. Мы чуть-чуть попозже, если я успею, я расскажу один, два, три примера, где можно эти матрицы будет пощупать, что они означают. Мы в уме должны понимать, что когда вот это вот д епсилон, это в каком-то смысле кумулятивной информации Фишера, д епсилон в квадрате, это вот кумулятивная total Fischer information. Вот эта штука growth n это sample size. И вот это умножение, это в каком-то смысле стандартизация оцепки. Так вот, вот этот парадокс, оказывается, примерно равен вот что такое local sum. Значит, я теперь, то есть это не формальная теорема, теперь я напишу формальный результат. вот здесь, все важные результаты, причем попадают на правый износ, где я не хочу еще и видеть. Значит, под коровами. Значит, define. вот такое штучка, последнее обозначение на вашу голову. Треугольник. Треугольник вниз у нас уже был, ромбики были, теперь будет обычный треугольник. Треугольник. Вообще-то это греческая буква D. Делька Эпсилун по определению будет вот такое число. То есть мы возьмем один ромбик, к нему прибавим другой ромбик, потом возьмем верхние значения Си Эпсилун квадраты и отнимем от него нижние значения Си Эпсилун подчеркнутый квадраты и поделим это пополам. Ну, кстати, говоря, у одного из ромбиков Ну, либо там можно наносить. Да. Ну, это как всегда, мысль опережает пробку, а рука потом забывает. Два ромбика и еще разница между Кси квадратами. Значит, вот это Кси Эпсилун и Кси Эпсилун подчеркнутый это что? Что мне поможет? D Эпсилун подчеркнутый минус первой То есть это у нас это называется наука на марш Минус первой Минус первой То есть правильное обозначение не позволяет допускать больше аршивов за счет Эпсилун Да. Так вот, вот эта вот штука она называется Df6 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 Так вот, теперь я пишу утверждение оно подходит Df6 Df6 Df8 Df6 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 Df7 Df6 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 что тут надо предположить, что это утверждение локальное. Естественно, θ с волной. Если θ с волной попадает в окрестность, где верна эта аппроксимация, то тогда θ с волной, правильно сканированной, есть все тот же самый вектор кси-эпсил, который... Теперь мы что вспоминаем? Вектор кси-эпсил асимптотически стандартно нормальный. То есть мы получаем из этой теоремы, можно вывести вообще из этого все свойства оценки максимума. Все эти результаты не асимптотические. Они верны, даже если объем выборки маленький, разговаривали пространство большое и так далее и так далее. Так, достаточно удивительный результат. Но доказывается, как все результаты, более-менее в две строчки. Но две строчки для меня уже много, поэтому я сейчас, наверное, опять начну ошибаться. Я думаю, в данном случае имеет смысл это доказательство показать. Итак, мы хотим показать этот результат в рамочке. Точнее говоря, мы хотим его вывести из этого сэндвича. Как это можно сделать? Мы знаем, что L меньше или равно L плюс Р Правильно? Значит, теперь это верно для любого θ и теперь мы сюда вот подставим θ с волной. Вот сюда подставим. И сюда тоже подставим. Ну, чтобы его подставить, я напоминаю, чтобы это подставить, нам нужно вот этот вот кондиционер. Потому что θ с волной должно быть в зоне действия этой теории. Да? Мы подправляем, получаем L θ с волной θ с волной θ с волной меньше или равно всего вот это плюс Р А вот это мы знаем, как пишется. Этот объект мы умеем с ним работать. Да? Значит, как он пишется? θ с волной минус θ с волной минус θ с волной . Правильно? Да? Значит, теперь что мы делаем? Значит, вот это вот, чтобы упростить обозначение, я вот этот вот агрегат буду писать full x. Это то, что мы хотим, это агрегат, для которого мы хотим получить наше разложение full x. Теперь я напоминаю, что вот этот агрегат, то есть это теперь можно переписать, это равно… Роббик там есть? Роббик там есть? Я вас обманул, да? Где обманул? Роббик забыл, да? Значит, плюс… Роббик плюс Роббик Значит, это равно… Продолжаем… Значит, теперь я делаю не эти плюс, я умножаю и делю здесь на d ε. Значит, что у нас получается? Тогда это равно u ε умножить компонированное на psi ε. Откуда? u ε взялось за счет умножения на d ε, а psi ε взялось за счет обратного. То есть, если отык, что d ε минус 1, одно d ε дает u ε, а другое дает u ε минус u ε квадрата по полу, плюс Роббик вот, теперь… Теперь я применяю одно из неравенств, которые у нас уже были. А d ε – это симметричная матрица? ε – симметричная матрица. Вообще-то, d obese квадрат симметричный, а given как определен? Ну, я всегда определяю как симметричный коин, то есть, определена только матрица d ε в квадрат, Ну правильно, спасибо, правильный вопрос. Хорошо, значит, что здесь написано? Вот написано вот такое неравище, теперь мы знаем. И сейчас я буду использовать не правое неравенство, а левое. Да? Значит, что у нас получится? Значит, я вот это вот здесь, вот с этой стороны припишу вот эту неравенство. У нас получается, с ε с минусом в квадрате, одна вторая, минус ромбик, подсчеркните, меньше не равно, а здесь я напишу вот это. у ε ε ε минус у ε квадрат пополам плюс ромбик. Вот я получил такое неравенство, то есть с какого-то момента возникает ощущение полной мистики, какое-то манипулирование формулами. Хотя суть очень простая, но вот я написал одно неравенство, просто подставил θ с волной вместо θ, а другое я заменил супремумом. Супремум одного процесса на супремум другого процесса. Вот два неравенства. А теперь я что говорю? что если я соберу дельта все ромбики в одну сторону, и ε, подчеркнутое, заменено ε на обычное, то я заплачу в аккурат, в аккурат дефишенс, который там где-то написано. Я перепишу это вот так. Я заменил ε подчеркнут, тогда ε не подчеркнутое. меньше или равно чем у ε с ε минус, у ε в квадрат деполам, и здесь напишу плюс. Дефишенс дельта ε. Это вот следствие. То есть я ромбик, например, сюда и дополнительно заплатил заменой, заменил вот это ε на ε, поэтому здесь возьми квадрат дефишенс. Правильно? Ну а теперь переношу все сюда и получаю полный квадрат. одна вторая в квадрате меньше или равно чем в квадрате. Вот доказательства. С одной стороны какое-то манипулирование, это с точностью то, что мы хотели доказать. Но оно получилось вот за счет того, что мы зажали лайк-лифы между мягко-дратичными изображениями. Они между собой очень просто следуют. Итак, что мы получили? Из этой теоремы следует вообще все в параметрической статистике, из этого разложения. Я уже упоминал, что у него следует асимптотическая нормальность, у него следует эффективность асимптотическая. Потому что почему? Смотрите, что получается. Если мы посмотрим на эту теорему, где она написана вот здесь. Что тут написано? Дефишенс примерно информация Фишера тотальная. Корень информации Фишера. Значит, мы умножили оценку на корень информации Фишера, и она приблизительно равна вектору кси-эпсилу, который является асимптотической стандартной нормальностью. Из этого следует асимптотическая нормальность, асимптотическая нормальность, и поскольку это правильное скалирование информации Фишера, следует асимптотическая эффективность. Ничего из этого я не определяю. Я просто для тех, кому эти слова что-то говорят, я просто упоминаю, что вот этот результат в каком-то смысле центральный в параметрической статистике, а мы его получили в каком-то смысле free. Совершенно из других аргументов, которые связаны исключительно вот с этой мажоризацией процессов. То есть теория эмпирических процессов pur, чистая. Ничего другого. Значит, теперь я поговорю немножко о регулярности и то, что называется применимости этого метода. Другой кузярики. и range of up to the table. Ну, как всегда, все, что делается, так сказать, for free, все базируется на каких-то условиях, которые я специально опустил. Значит, что такое регулярность в данном случае? Регулярность описывается в терминах двух чисел, которые я сейчас опишу. Значит, одно из этих чисел является вот такое αε, это вот такая спектральная норма такой матрицы. и здесь я напишу бесконечность, что означает максимальное собственное число вот этой матрицы. То есть что здесь написано? На самом деле смысл. dε приблизительно равно dε. И вот это вот смысл означает αε смол. Ну, например, меньше одной коробки. Вот это наши первые условия. Значит, я напомню, этому больше не надо, напомню, что такое. Чем отличается dε на dε? Значит, dε квадрат это d0 квадрат единиц минус d, да? Минус. А dε? Ну, тут вот я напишу плюс, а тут плюс. А больше ничего писать не будет. Так, прошу прощения. Итак, знаете, вот у нас две матрицы, одну мы подвинули вниз, а другую вверх. Ну, надо, чтобы эта подвижка не сильно эту матрицу поменяла. Вот это вот, значит, αε смол. Это первое условие. Оно в каком-то смысле означает, что вот эти константы теперь это и РО не очень большие. Значит, эти константы свалились не с неба, они свалились из условий, которые не написал. Значит, если я успею, я напишу эти условия и объясню, откуда они берутся. Но смысл такой, что вот это желательное условие. Без него теория почти без содержания. То есть в каком-то смысле мне нужно, чтобы вот эта вот матрица верхняя и матрица нижняя гуляет небытишкой. Это первое условие. Второе условие. Второе условие регулярности. Оно состоит в следующем, что... А, мы уже кончаем. Что вот это вот... g0 квадрат больше не равно, чем константа, другая константа. Вот такая. α2 на g0 квадрат. Значит, вот эта константа, может быть, какая угодно, но смысл этого условия таков. g0 квадрат это наша информация. Описывает информацию в эксперименте. Это вот information. g0 квадрат больше. Вот это v0 описывает variability в модели. Потому что это дисперсия стокастических компонентов. Это то, что мы требуем, чтобы... Там, где много variability, нужно, чтобы было столько же информации. Для вот этого a2. Значит, вот эти два условия выполнены, то мы можем довольно легко описать вот этот самый... Значит, то, что называется, условно говоря, range of applicability. Это примерно таково, что... единица минус делится, минус рот, а2. Ну, грубо говоря, больше 1 и 2. И αe меньше 1 и 2. Вместо 1 и 2 может быть любая другая константа. Но важно, что это квалифицированно отделено от нуля снизу и от единицы сверху здесь. Здесь условно должно быть маленьким, а это не должно быть маленьким. Значит, это вот условия, при которых мы можем, грубо говоря, в этих условиях они влекут... Я напишу 1 и 2. Дельта епсиолу по маленькой... Кси епсиолу квадрат. Что это означает? Что вот эта вот deficiency, случайная величина, она меньше по порядку, чем... Кси епсиолу квадрат, это то, что у нас вылезает во всех наших вычислениях. Если мы вспомним неравенство, все наши результаты, они выражены через норму кси епсиолу с точностью до вот этой ошибки. Если эта ошибка меньше по порядку, если дельта епсиола меньше по порядку, чем вот эта величина, то тогда эта ошибка может пренебречь. Вот этот смысл того, что я называю Ренчев апплекопилити. Ну, значит, вот это вот прекрасное следствие этой теоремы. Может быть, я думаю, что большого смысла писать условий сейчас нет, при которых все это доказывается. Может быть, я специфицирую результаты очень быстро, буквально пару минут для случая классического, чтобы иметь хоть один пример. Вопрос вопрос. Условия вторая регулярность стоит. Если это А взросламизм, значит, всегда почему не выполнялся? Значит, сейчас секундочку. Может быть, где-то я потерял минус. Должен посмотреть. Это очень хорошее замечание, кстати говоря. Спасибо за внимательность. А, ну конечно, да. Значит, у меня А стоит здесь. Я перепутал. У меня условия регулярности написано, В0 в квадрате меньше или равно, чем А2 в квадрате. Спасибо большое. Значит, ну, совсем коротенькая экскурсия в область одной модели, которая называется IAD. То, что обычно учат в любом курсе классической параметрической статистики, это вот IAD-модул. Значит, Y у нас Y1, как правило. Вектор пространства LN. И наше параметрическое предположение значит IAD. IAD, значит, независимо одинаково распределенное. Кром P, обычное P, это значит, что P равно T в степени L. Да? Значит, наш... Так, это не сигнал, что я должен останавливаться. Я вас очень сильно не извиню. Значит, P. Параметрическое предположение состоит в том, что P равно... А, P... Нет, обычное P. P повредит семейство P5. Задное семейство распределения напрямую. Значит, для этого семейство плотность, как означает L, G, 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 G. Это плотность распределения, и в данном случае мы получаем... Значит, что мы получаем? Что мы имеем в этом случае? Значит, напоминаю, что в этом случае, значит, если параметрическое предположение верно, что то, что обычно называется информацией лоны матрицы Y, G, 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 G. Ну, я пишу сознательно для одномерного случая тектором. Значит, если матрица, то надо написать соответствующее изменение. Значит, информационные матрицы фичера можно двумя способами получить. Либо как мат-ожидание второй производной, либо как мат-ожидание квадрата первого. Вот. И тогда, если мы посчитаем... Для полного эксперимента... Это для одного наблюдения. Для полного эксперимента, значит, мат-ожидание, на мере первого, от второй производной верности, чего будет равно... Кто бы может подсказать? Одна пример. Пол информации фишера в АЭД эксперименте, чему равно. Абсолютно правильно, да, раз и раз. Ну, хорошо, а вот это вот V0 квадрат... Что мне может сказать? Если на параметрической модели я одна, чему ровну. Ну ладно, не буду вас томить. Равна n раз и раз и раз. Вот, значит... Теперь... Ну, забудем, что есть dx, он пусть будет равно приблизительно d0 квадрату. Забудем про dx, он для простоты. Тогда что говорит наша основная теореза? Что d0 в минус первой умножить на z. Это приблизительно... Или вот так, вот так мы наберем. d0 в тетас в умножить минус тетас в умножить. Приблизительно равно... cx и приблизительно равно... которое равно... Приблизительно опять же... d0 минус первой... Зельта... где зельта... Есть драглиент... Эйдер зельта... И равна сумма... cx4y и... Тетас в умножить. Ну, значит... Центр... Лимит сверху что мы творим? d0 минус первой зельта... Слава сходится в нормальное случайное увеличение, в стандартную нормальность. Из нашей теоремы следует совершенно классический результат. Слава сходится в нормальное состояние. Вот это центральный результат параметрической статистики. Получается из наших теорем более-менее легким движением руки. И это глубоко частный случай. То есть на самом деле мы доказали существенно более общий результат, который основан только на свойствах гладкости. Он применим к любым моделям, к временным рядам, к сложным зависимостям. Ничего мы не используем. Используем только в определенном смысле гладкости. Более-менее ничего. Я думаю, что сегодня я кончу на этой точке. Я думаю, что я вас убедил, что этот результат имеет такое фундаментальное значение. А на следующих двух лекциях, на следующей неделе, я расскажу, что можно сделать еще. То есть наука на этом месте не кончается, а только начинается. Как всегда. А вы будете раздавать конспекты? Конспекты в лекции не существует. Разробно мою голову, но это было бы мне слишком сложно. Значит, я готов предоставить А книжку по первым трех лекциях. И по следующим трех лекциях у меня есть полукнижка. В том смысле, что она еще в работе. Но та часть, которую я расскажу, конечно, не есть. И это можно читать. То есть материалы я раздам. Точнее, выложу на своем сайте. А конспекты лекции... Ну, я каждый раз не знаю, сколько я смогу рассказать. Этот курс немножко с колес. Я прошу прощения. Но зато вы, так сказать, почувствуете, где я реально, где я есть сейчас. Потому что моя цель, ну, набрать себе таману. Слово говоря, значит, я сразу, просьба, в следующей неделе. Начало следующей недели я, так сказать, хотел бы увидеть, услышать или узнать в том или ином виде, так сказать, список людей, которых вот этот мой призыв как-то воодушевляет. В том смысле, кто бы хотел... Я даю время на размышления. Пожалуйста, не отвечайте мне прямо сейчас. Я даю время на размышления. Кто бы хотел в этой деятельности поучаствовать? В смысле, в духовных работ, или диссертации, или так далее и тому подобное. В любой форме, значит, можно брать задачи посложнее, можно задачи брать попроще, в зависимости от состояния и желания, но математический аппарат такой, ну, грубо говоря, кондовый, так сказать. Тем, кто захочет этим заниматься, легкой жизни я не обещаю. Я сразу предупреждаю, что, так сказать, надо хадлокинг. Поэтому, ну, мне интересно. Есть очень конкретные практические задачи, которые в это вписываются. И, в частности, одна из тематик работы и исследований, это наведение наук на алгоритмы, которые, в общем-то, инженеры используют для всякого обоснования. То есть мы стараемся работать аккуратно и доказывать теоремы там, где другие просто пишут алгоритмы и ничего не могут сказать непосходимость, непосходимость применения. Хорошо, всё, тогда на сегодня уже много.